Еще один. Все надеются на удачу. Извините. На себя на. Валерий, спасибо, что согласились принять участие в нашем проекте, посвященном чемпионату мира по хоккею. И вот как начиналась ваша хоккейная жизнь, можно вспомнить? Хоккейная жизнь в профессиональном хоккее? Вообще, первые шаги. Ну, я родился в маленьком городе, в Воскресенске, где, наверное, достопримечательность у нас была. Это химкомбинат и хоккейная команда, ледовый дворец спорта. И у нас в каждом дворе были ледовые коробки, которые мы сами заливали, которые, ну, играли с утра до вечера только в хоккей, потому что команда высшей лиги, все хотели быть похожими, хотели играть в команде мастеров. Ну, так вот со двора и началось все. Потом записался с другом в хоккейную школу химика. Ну, а там, наверное, из года в год переходил из возраста в возраст, играл, старался, полюбил этот вид спорта. И, конечно, и кумиры были, и свои, как бы, фанаты были. Ну, болели очень сильно за свою команду. Ну, естественно, большой труд с детства, вот это хоккей. Получается, что выбора у вас в то время не было в юности, да, в детстве? Не, ну, был, были и другие. Я даже пробовал в бокс как-то пойти, но как-то вот он не прижился. Хоккей, это сейчас уже анализирую, это моя жизнь. Я прожил в нем всю свою жизнь сознательную и до сих пор люблю его, поэтому... Ну, вот совсем недавно вы отметили юбилей, значит, посчитать, если посчитать, сколько вообще проведено в хоккее? Ну, я начал заниматься уже в школе, где-то с 7 лет, вот так вот, с 6-7 лет, поэтому... То есть больше 40, а 43 года, да, 44, да? Да, 43-44 года, вот в хоккее. Когда почувствовали, что появились первые успехи и поняли, что что-то получается? Ну, у нас очень сильная школа в Воскресенске хоккейная и очень сильные тренера. И мне повезло, я занимался под руководством Геннадия Николаевича Сарцова, который любил выигрывать. И у нас очень хорошая команда создалась. И когда он ввел нас, сколько, наверное, лет 10 до команды мастеров, мы много турниров выигрывали, хорошо выступали и в Советском Союзе, и на чемпионатах Советского Союза. Поэтому, ну, наверное, вот та команда, в которой я начинал играть, привила ко мне вот это вот желание играть в хоккей. Дебютировали в команде мастеров во сколько? В 17-18 лет? В 82-м году первый раз я вышел на лед в команде «Химик». Ну, молодым игроком, конечно. Да, 16 лет где-то. 17-й год был. Это были отборочные матчи, там, за выживание. С «Динамо» играли мы. Вот, как сейчас помню, для меня это, конечно, был праздник, событие. И было даже немножко страшно. На кого из тех мастеров, вот, конца 70-х, начала 80-х, вы пытались равняться? Ну, естественно, все хотели быть в то время похожи на Харламова, Якушева, Мальцева. Вот, на этих, а из местной команды у нас тогда играли братья Голиковы. На них, конечно. Поэтому было на кого равняться и было за кого болеть. А какие-то хоккейные финты подсматривали у мастеров, да? Пытались их повторить? Ну, естественно, когда смотришь хоккей, когда смотришь, когда играют такие великие мастера, хочешь, потом выходишь во двор и стараешься быть тем же хоккеистом. Кого-то видел по телевизору, кто защищал цвета сборной Советского Союза, и где-то старался повторять эти же финты, эти же трюки, и даже там шайбу забросил, там, например, Харламов или еще кто-то. Да, вскидывали руки, ну, играли. Ребята были кумиры, и все ребята, конечно, у каждого был свой кумир, и все хотели быть похожими. То есть, когда-то перед войной дети хотели быть похожими на Чапарева, да, а вы хотели быть похожими на Харламова, да? Ну, да, естественно. Или на Гагарина, который улетел в космос. Или в спорте, конечно, были на Харламова, а еще, скажем, на Якушева, на Мальцева, на кумиров. А сейчас, на Ваш взгляд, есть подобные кумиры у молодежи? Ну, я думаю, что, конечно, есть. У нас немало хороших игроков, великих игроков, которые подают пример и в НХЛ играя, и в нашей, в КХЛ лиге играя. Я думаю, что ребята там хотят тоже быть и Овечкиными, и Малкиными, и Ковальчуками. Поэтому это здорово. Это есть у кого учиться, смена поколений, смена, ну, как бы иметь своих кумиров и у них учиться. Я думаю, что это большой плюс для молодых ребят. Что отличало Химик от других команд Ваших лет? Ну, Химик был такой крепкий орешек, который мог дать бой самым лучшим командам в Лиге. И обычно не любил проигрывать у себя на площадке для своих болельщиков. Вот у них появлялись какие-то дополнительные энергии, которые бились до конца и старались отобрать очки у ЦСКА, у Динамо, у московских команд. Вот. Такая вот команда была. Рубились и с трактором, я помню, рубились. Ну, и в то время была лига такая более-менее ровная, и все матчи были очень напряженные. И, ну, естественно, были фавориты, там, московские команды. И интересно было очень смотреть. Помните, как состоялось приглашение в ЦСКА? Ну, естественно, помню. Ну, вот Слава Быков рассказывал, что за ним приехало аж три машины на Волгах. Не, мы с моим другом, партнером хоккейным, с Александром Черныхом ехали из института, из Малаховки, сдали экзамены и ехали. И нам позвонили из клуба, Владимир Филиппович Васильев, в то время был старшим тренером, позвонил из клуба и говорит, вас ждут в военкомате. Ну, мы, конечно, для нас было это сюрпризом, потому что вроде в институте, в то время, когда учишься в институте, дается отсрочка, пока ты его не закончишь. Ну, приехали в военкомат, там нас ждал подполковник Овчуков, такой был в ЦСКА, и нам объявляют, что вас завтра забирают в армию. Ну, мы сначала не поверили, поехали, поговорили с Владимир Филипповичем Васильевым, который сказал, да, вот у нас поступило такое предложение, мы хотим вас, как бы, отправить в армию, в легендарный клуб ЦСКА, наверное, в то время. Все хотели там попробовать поиграть, поиграть, закрепиться. Ну, и на следующий день мы сделали все документы, поехали в Железнодорожный, это пересылочный пункт, там прошли все медицинское, все документы собрали и поехали в ЦСКА уже. Перед тем, как принять присягу, мы приехали во дворец, как раз там был Виктор Васильевич Тихонов, Борис Петрович Михайлов, ну, тренера всей команды, мы познакомились. Здесь уже близко, так мы заранее знали, потому что там, когда молодежные сборные играли, мы все жили на одной базе с первой, с первой командой, со второй командой, поэтому, а здесь уже близко, и нам, как бы, дали напутствие. В это время как раз команда уходила в отпуск, и нам сказали, вот, 25-го, вы должны быть восток-то восток на тренировке уже в команде ЦСКА. И мы после этого приехали в воинскую часть, приняли присягу, и нас, как бы, отпустили в отпуск. И уже с 25-го июня приступили, конечно, тренировкам уже с командой ЦСКА. Ну, а в сапогах в форме пришлось походить, да, друг? Да. В сапогах в форме пришлось походить, вот, или это только во время присяги было? Во время присяги мы только одели форму, и вот видели эту форму, а потом уже там нам выдавали офицерскую форму, или когда на прием шли к высшему руководству клуба ЦСКА, тогда одевали форму. Какие напутственные слова помните, сказал он, Дмитрий Васильевич? Ну, он сказал, что, ребят, поздравляю вас, вас пригласили в легендарный клуб. Здесь нужно очень много работать, чтобы закрепиться в составе. Вы сами видите, что у нас играют лучшие хоккеисты, и клуб легендарный, с традициями, поэтому все будет зависеть от вас. Вас сразу поставили в тройку Быкова и Хомутова? Нет, это произошло, наверное, через два года после того, как взяли в ЦСКА. Сначала были, ну, как все... С четвертого звена? С четвертого звена нужно было много работать, трудились, и потом вот Виктор Васильевич перед кубком, перед рандеву в 87-м году соединил нашу тройку. Меня поставил к Быкову и Хомутову, и вот потом мы играли вместе. И вы тогда устроили шухер на этом рандеву? Ну, было немножко, да. Ну, а потом Олимпийские игры? Олимпийские игры, Кубок Канады, чемпионаты мира играли вместе. Чем вот запомнился Олимпийский турнир в Калгаре? Олимпийский турнир, ну, наверное, организации, наверное, столько стран, впечатление, конечно, ошеломляющее, и ответственность очень большая, потому что Олимпийские игры проходят раз в четыре года, и здесь ставка на игровые виды спорта. Ну, а игровой вид спорта только хоккей в то время был на Олимпийских играх, и результат всей сборной по всем видам спорта, естественно, определялся по хоккейному турниру. И вот это вот, конечно, напряжение было очень велико, а тем более, когда ты еще молодой, никогда не играл, не знаешь, как это выглядит, это было большое давление. Это еще на родине хоккей? Ну, да, на родине хоккей это вдвойне, которое канадцы хотели выиграть. Как думаете, вы уже тогда попали на карандаш в Кобек-Норкс? Первый раз мы попали как раз на карандаш после рандеву в 87-м году, нашу тройку все вместе, сразу взяли на драфт, как у них проводится драфт, выбрали нас на драфт, и уже вели после этого, разговаривали с нами, хотели, чтобы мы уехали там нелегально, но такой мысли даже не было, все хотелось сделать официально и правильно. Вы же помните, что ваши товарищи по команде, Саша Могильный, Федоров, они уехали без разрешения, да? Тот же Фетисов долго бился с Виктором Васильевичем и с руководством ЦСКА за то, чтобы вы ему легально разрешили уехать. А вы как, ваш отъезд как был обстановлен? Мой отъезд был такой спонтанный. В 91-м году перед Крупом Канады я уже подписал контракт с Кобек-Нордикс и должен был после Олимпиады 92-го года, меня отпускали, все официально. Но в 91-м году, в сентябре, мы играли две высочные игры в Швеции. И я случайно, ну не случайно, а в игре сломал ногу. И как бы уже к Олимпиаде меня отправили, ну клуб Квебек. Реабилитироваться? Квебек. Рекомендовал мне приехать, так как я уже с ними был под контрактом, рекомендовал мне для реабилитации приехать к ним и реабилитироваться. Если бы я успевал реабилитироваться, тогда бы они меня отпустили на Олимпиаду сыграть и вернуться обратно. Но так как лечение затянулось там на 6 месяцев, я не был готов выступать на Олимпиаде. Вот я лечился в Квебеке и заодно узнавал ту жизнь, которая там происходила. Тяжело было, но вот так вот получилось, что я уехал. Стоп. Опять. Ну, сейчас переговорим с этим вопросом. А что такое? Да там опять со стульями ходили сзади. Ребята. Снова про отъезд. Как был обставлен? Да. Травма, да, и так далее. Вот с этого места. Ну, вы в июле месяце, я подписал контракт 91-го года с Квебек Нордикс уже. И у нас была договоренность, что после Олимпиады 92-го года я уезжаю, ну, как бы официально уезжаю из клуба в Северную Америку. То есть, весной 92-го года вы бы уже официально уезжали? Да, после Олимпиады сразу я бы официально уехал, потому что была договоренность, был подписан контракт Квебек с ЦСКА. И в сентябре были две выставочные игры перед клубом Канады в Швеции. И в последней игре я ломаю ногу, и мне делают операцию в Швеции. И Квебек, с кем я подписал контракт, предложил как бы и клубу ЦСКА, и мне реабилитироваться уже у них там в Северной Америке. Ну, все согласились, отправили меня туда лечиться, но была договоренность, что если я успеваю восстанавливаться, то они меня отпускают на Олимпиаду. Но, к сожалению, не получилось мне стать двукратным олимпийским, я не успел восстановиться, но начал там играть, и вот так вот получился мой отъезд. Ну, в 98-м году, когда профессионалам все-таки разрешили играть на Олимпийских играх, вы чуть-чуть, вот шага вам не хватило, чтобы стать... Вот всегда чуть-чуть не хватает немножко, но я ни о чем не жалею, своей карьерой очень доволен, но хоккей есть хоккей, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, но, к сожалению, да, было обидно очень занять второе место, Хотя это тоже престижно в те времена, в 90-е годы, когда хоккей наш был не на высоком уровне, но второе место, я считаю, тоже это большой результат в те годы, не хватило вот одного броска. А помните этот финал вообще с чехами, да, замечательный, Гнагана? Ну... Чего не хватило сборной России? Не хватило одного гола, я говорю, кто забил первый, тот и выиграл. Они забили, к сожалению, первый, и курьезный гол, который Свобода бросил от синей линии, попала в клюшку Андрей Коваленко, изменила шайбу полета, и вратарь не успел среагировать меж Шталенков. И вот 1-0 они выиграли, но это хоккей, никуда не сделаешь. А что, действительно тогда Гашек, на Ваш взгляд, был непробиваемый? На мой взгляд, это были его лучшие годы, и это была стена, которую было очень тяжело пробить. Карьера в НХЛ. Что самое вообще, что можете выделить вообще в ней? Ну, выделить, естественно, результат, который я показал, потом выигрыш, естественно, кубка Стэнли, к чему, наверное, все ребята стремятся, которые приезжают туда, и которые там играют, и местные, и мы, и иностранцы, это конечный результат выиграть кубок Стэнли и читать свою фамилию на этом кубке. Было приятно вместе с Гусаровым войти в так называемый трипл-клуб, да? Клуб тройных чемпионов. То есть, чемпион мира, ательбийский чемпион. Трипл-голд-клуб, да. И в Афистенли. Да. Ну, естественно, это очень престижно, и я думаю, что всего 30 человек в этом клубе вообще во всем хоккее, и быть в числе 30, это, наверное, тот результат, о котором ты мечтаешь, и понимаешь, что не зря ты играл в хоккей, вот, всю свою карьеру. Три самых памятных матча в Карьере. Да, вы знаете, конечно, когда выигрываешь, олимпийские игры, это очень памятный матч, но это анализируешь после, когда уже выиграл, когда играет гимн, и когда ты первый поднимаешься на пьедестал. Это, наверное, самые памятные моменты, а вот три или четыре, вот все победы, которые происходят на международной арене, или там в НХЛ, или даже чемпионат России, они все памятные, и это стоит большого труда. Ну, вот в финале Кубка Стелли вы тогда же вынесли 4-0 своих соперников, да? Почему так получилось? Ну, у нас была очень сильная команда в то время, подобрался очень такой сплоченный коллектив, и, ну, наверное, желания было у нас, и мастерства больше, но не так просто все удалось, хотя и 4-0, но было много и крови, и пота, и ребята с травмами играли. Там так просто ничего не дается. Как у вас складывается? Вы же играли, по-моему, в трех или четырех клубах в США и Канаде, в НХЛ. Как складывались отношения с генеральными менеджерами и главными тренерами? Ну, вы знаете, у меня отношения складывались очень хорошие, дружеские. В принципе, там работают профессионалы, ты должен выходить на лед и показывать тот хоккей, который они от тебя требуют. Если ты его не показываешь, значит, ты пробуешь в другой команде. Поэтому здесь чисто нормальные отношения, если ты показываешь тот хоккей, который от тебя требует. Все люди профессионалы на площадке, они тебя относят по одному, а в жизни совсем по-другому. Ты нормальный человек и нормально с ними общаешься. То есть могут сходить в бар, но на площадке они спрашивают по полной программе? Естественно, за результат спрашивают как их, так и нас. Поэтому на рабочем месте ты должен выполнять ту работу, которая от тебя требует. А в жизни мы и семьями дружили, и сейчас дружим, и созваниваются, и приглашают. Я недавно ездил в Колорадо, там было 20 лет, как мы Кубок Стэнли выиграли. Выбирали 20 лучших игроков за время Колорадо-Авиланж. Тоже вошел в этот список, мне очень было приятно узнать это. Приглашали и принимали, и мы там опять вспоминали истории, как и курьезные, как и хорошие. А в феврале был матч ветеранов Детройда с ветеранами Колорадо. Опять летали туда с семьями, так же общались, вспоминали. Это здорово, я считаю. Вот эти традиции, они не забываются. И когда играешь при 50 тысяч народу на бейсбольном стадионе, и когда ты выходишь на лед, и тебе хлопают, вот это, наверное, самая лучшая награда для тебя. Чемпионом НХЛ, обладателем Кубка Стэнли, главный приз на сутки каждому чемпиону вручают, чтобы он его мог свозить в родной город. И многие ребята рассказывали о том, что они чуть ли не в обнимку спали с этим Кубком Стэнли. Как у вас это происходило? Ну, вы знаете, к сожалению, когда мы выиграли этот Кубок, в то время нельзя было везти на родину, в Россию. И так как я там готовился и занимался во Флориде, у меня там дом был, предсезон, предсезонный проходил, там и детские турниры делали, я привез этот Кубок туда и, естественно, позвал друзей, гостей. Мы провели замечательное время. Естественно, я привез его на стадион, чтобы мальчишки с ним пофотографировались. Ну, такое вот чисто, как сказать, рекламное, что ли, было мероприятие. И, естественно, в кругу друзей мы тоже отметили это событие, выпили шампанского из Кубка. Ну, вот так вот, к сожалению, не смог я его привезти в Воскресенск. В то время еще не разрешали. Ну, фотографии и пожелания только были. Ну, вот насколько я помню, у вас же практически ни одного сезона НХЛовского не было без травм. Это почему? Потому что вы такой рисковый человек? Ну, наверное, очень мало ребят, кто проходит сезоны в НХЛ без травм, потому что очень много игр, по 100 игр за полгода. И всегда случаются какие-то микротраммы. Наверное, стиль игры у меня такой – лезть на ворота и получал травмы. Здесь уже не от меня зависит. Я выходил на лед и хотел делать ту работу, которую от меня требовали, и немножко больше. Наверное, черта характера – туда лезть, куда, где жарко. По окончании карьеры вы постепенно стали спортивным функционером. Почему не пошли в тренеры? Ну, я пробовал с детьми заниматься, пробовал с более взрослыми ребятами заниматься. Пока я не нашел в себе то, что я могу подсказать, могу увидеть ошибки. Но это мое личное мнение, чтобы заниматься тренером, пока я не готов к этому. Должна быть какая-то искра? Да, должна. Это, наверное, заложено чем-то. Должно быть, наверное, призвание, что ли, я так думаю. В НХЛ хоккей – это не только большое шоу, но и большой бизнес. Когда, на Ваш взгляд, континентальная хоккейная лига сможет хотя бы наполовину соответствовать тому, что есть в Западной, в Северной Америке? Ну, я думаю, что первым делом нужно построить хорошие стадионы, которые будут соответствовать именно тем стадионам, в котором веке мы сейчас живем. Еще много старых стадионов. И, естественно, нужно развивать больше детский, юношеский и молодежный хоккей, чтобы наши воспитанники играли больше в своих клубах. Тогда мы можем заполнить трибуны всех стадионов. Значит ли Ваши слова, что нужно сокращать число легионеров в российских клубах? Ну, мое мнение такое. Или нужно открывать лигу, наоборот, для легионеров, и брать самых лучших оттуда, и от них учиться, свое что-то преподавать, чтобы была конкуренция. Или нужно сокращать число команд, чтобы, опять же, сделать конкуренцию в командах между игроками. Тогда будет уровень хоккея расти. То есть, чтобы не распылялись, да, игроки? Да, чтобы не разбегались игроки, и чтобы была конкуренция, опять создать конкуренцию. Но сейчас идет много, очень уделяется внимание молодежному хоккею, юношескому хоккей. И я думаю, что со временем мы это все закроем нашими игроками, потому что, ну, большие средства вкладываются и в детский хоккей. Вообще, много строится катков, много строится, делается, чтобы тренера были квалифицированные. Поэтому просто нужно потерпеть чуть-чуть. Ну, хотя звезды появляются, звезды возвращаются. Сейчас много ребят оттуда, которые показывают пример. И это здорово. Ну, вот, ваш партнер, да, Герман Титов сейчас довольно успешно работает со Спартаком. Тот же самый Сергей Зубов, СКАДа, и многие другие. Много ребят возвращаются, да. Вам нравится? Вы следите, как и вообще? Обязательно слежу и радуюсь ихними успехами. И где-то подсказываю, когда могу, когда общаемся. Ну, это приятно очень, что много ребят возвратилось, и много ребят сработают в хоккее. Там Сергей Федоров, Александр Могильный, там Павел Бурой. Ну, это колоссальный опыт, колоссальная история нашего хоккея. Не говоря уже, там, от Фетисови, Касатонови, Макарови. Вот это же... Можно писать книжки тома. Как президент Федерации Московской области, что можете сказать о состоянии подмосковного хоккея сегодня? Ну, у нас молодой хоккей сейчас. Мы стараемся омолаживать, больше уделять внимание детскому, юношескому, молодежному хоккею. Сейчас строится очень много хоккейных площадок, закрытых. И мы хотим обогнать сейчас в России по количеству площадок, чтобы у нас было больше всех. И, естественно, будем набирать больше ребят, будем делать семинары с тренерами. И хотим, наверное, создать систему, чтобы из Московской области ребята не уходили в Ярославль или в Москву, а именно занимались у нас. И у нас была ступенька, чтобы поднимались, там, играли в молодежных командах за Московскую область. У нас много команд, молодежки, потом высшая лига. Ну, и есть мечта, конечно, чтобы была команда с КХЛ, хотя у нас есть Подольск. Но надо еще, наверное, есть хороший стадион, там, и в Атланте. Есть исторические стадионы в Воскресенске, в Химике тоже история большая. Это либо Атлант, либо Воскресенск, да? Ну, либо так, либо так, но надо стадионы строить. Хороший в Атланте есть стадион, но сейчас надо воспитать молодежь. Нужно поднимать детский, юношеский хоккей и воспитывать своих воспитанников. Хотя из Московской области много ребят играют в КХЛ, в НХЛ и играют на ведущих ролях. Так что мы даже сейчас уже можем собрать команду чисто из Московской области. Что скажете о сборной? Вот ваш бывший партнер по звену, Вячеслав Быков, сначала был последним капитаном, который выиграл в 1993 году. Потом через 15 лет, как главный тренер, вернул нам золотые медали. Вот сейчас что можете сказать после 2008 года о состоянии российского хоккея и сборной нашей? Ну, я говорю, появляются молодые ребята, амбициозные ребята, которые любят выигрывать. И это показывает чемпионаты мира, которые мы выиграли. Единственное, вот нам не удается удачно выступить на Олимпиаде, но я думаю, это дело времени, потому что хоккей движется в правильном направлении. Мы стараемся корректировать, мы стараемся брать самые лучшие у других стран, которые доминируют. Вот. Ну, результат есть, естественно. Мы в тройке лучших на чемпионатах мира. Ну, вот, значит, мы движемся в правильном направлении. Я думаю, что ребят у нас много перспективных. И сами видите, и в НХЛ ребята играют на ведущих ролях, и лучшие игроки мира играют. Тот же Овечкин, Малкин, вот. И поэтому очень приятно, что хоккей... Конечно, огромное спасибо и государству, и всем руководящим. Они тоже играют в хоккей и помогают очень здорово хоккею. Болельщики вот до сих пор спорят, как нужно строить работу со сборной. Либо набирать чисто из игроков, которые выступают здесь, в Константинальной хоккейной лиге, не дожидаясь ребят из национальной хоккейной лиги. Либо все-таки какой-то баланс. Мое мнение, что нельзя разделять ребят из НХЛ и из КХЛ. Я думаю, что это единое целое. И здесь, я думаю, что таких разговоров не должно быть. Мы все русские, российские хоккеисты. Но играет он в НХЛ или играет в КХЛ, здесь разницы не должно быть. И должны делать тот состав, который сможет выигрывать, и оптимальный состав. А на это смотреть, ну это мое личное мнение, не надо. И это чисто тренерская работа. Кого он видит в команде, тех он может и проверять, или доверять. И пускать в бой, чтобы выигрывать титулы чемпионатов мира. Ну а теоретически предположить, допустим, четыре полуфиналиста Кубка Гагарина. Из каждого, как вот Виктор Васильевич брал, да, звеневой метод формирования сборной команды. То есть пятерку, допустим, из Магнитогорска. Пятерку из ЦСКА. Из ЦСКА и Салавата, допустим. Ну, когда у тренера есть возможность взять игрока, который он считает, что он ему нужен, и что он лучший, почему нет? Нет. Естественно, можно это как бы экспериментировать там на Евро-турах. Вот, на Кубке Первого канала есть там товарищеские турниры. Нужно экспериментировать. Я думаю, что потому что в тех турнирах нет времени, чтобы подготовиться. Там приезжают три дня и поехали играть. Это, естественно, должны быть тройки. Но это мое опять личное мнение, я не могу за тренировок говорить, чтобы тройки были уже сыграны, там, и пара защитников. Вот, это хорошая идея. И поэтому, ну, а когда уже финальный, как обычно, у нас год заканчивается чемпионатом мира, и здесь мы от чемпионата мира смотрим, какой результат мы дали за весь год. Дается оценка по чемпионату мира. Поэтому здесь нужно выигрывать и брать самых лучших. Как вам другая идея, допустим, для того, чтобы вот не ждать, когда ребята из Кубка Стэнли освободятся, может быть, перенести чемпионат мира на август? И там уже действительно просто по гамбургскому счету самые лучшие игроки мира бы играли. Но у ребят не будет тогда отпуска. Они должны, как они будут отпуске, отдыхать, а потом придут на чемпионат мира. Но я думаю, что это нереальное предложение. Вот сейчас делается же Кубок мира. В сентябре, да, можно делать. В сентябре, в октябре. Но, наверное, есть календари, которые от ЕХФ, которые шведы делают свой, финны. Мы не сможем собрать всех, потому что у каждого своя структура чемпионата. И получается, что мы только в конце чемпионата можем делать чемпионат мира. Но назвать тот же самый Кубок мира чемпионатом мира, и там собрать всех лучше. Все-таки в этом году же получается два крупнейших турнира. Ну да. Ну я думаю, что Кубок мира нельзя каждый год делать. Опять шевелится. Еще есть реально немножко? Да есть, есть. О Кубке мира. Да, он, конечно, не каждый год проводится. А может быть, вот так, ну я не знаю, может быть договориться, допустим, и ЕХФ, и НХЛ, чтобы проводить его перед стартом сезона национального. Я думаю, что будет тяжело договориться с НХЛ, потому что, ну, ребят, там более профессионально. Там ребята сами готовятся. И им нужен тот отдых, который вот у них между сезоном происходит. Ну, это чисто технически надо встречаться, разговаривать. Может быть, и можно это сделать, так как Кубок мира делается. Ну, а другие ребята, как тоже, которые играют здесь в России, которые играют в Европе, тоже нужно и на них смотреть. Здесь проводить чемпионат Европы, допустим, разыгрывать? Нет, идей много. Можно сделать и всемирную лигу, летать и с КХЛ, и с НХЛ играть. Там, с чемпионом НХЛ играет, с чемпионом КХЛ. Идей много, но нужно время и последовательность, чтобы это все воплотить в жизнь. Переговор. Ну, а то, что здорово, что вообще все-таки вот в 98-м году профессионалам разрешили выступать на Олимпийских играх. Ну, естественно, для хоккея это, наверное, очень здорово, потому что мы видим разницу, например, профессионалов с любителями. И хоккей от этого выигрывает. Мы можем учиться у них, они могут учиться у нас, и хоккей становится всемирным. И смотрят сейчас по стилю канадскому, который тоже превращается в европейский, и наш стиль берет у канадцев. Это мы учимся друг у друга, и я думаю, что от этого хоккей выигрывает и становится более зрелищным. Наши партнеры в этом хоккейном проекте, компания Лига Ставок, вот я хотел бы задать вам вопрос, приходилось ли вам участвовать в каких-то вот таких тотализаторах спортивных, и насколько вы азартный человек вообще по жизни? Ну, во-первых, каждому профессиональному хоккеисту запрещено участвовать вот в таких мероприятиях, ставить на что-то, на спорт тем более. Это наказуемо, даже вплоть до дисклификации, насколько было в НХЛ, я знаю. Я человек не азартный, не люблю играть в карты, вообще азартный, когда выхожу на лед и играю в хоккей, и вот это мой азарт. Опять у нас друзья ходят из пункта. Получается, что даже после окончания карьеры нельзя, да, профессиональному хоккеисту? Ну, нежелательно, я не знаю, официально нельзя после окончания карьеры, не могу ответить на этот вопрос, но я думаю, что, как бы, ну, по себе скажу, что я не люблю ставить, я люблю смотреть, люблю болеть и люблю играть в хоккей. Ну, вот Александр Кожевников говорит, что с друзьями он иногда спорит, скажем, бросаем там по 10 тысяч. Ну, это спор, это же не ставки, это, я считаю, что это увлечение, вот лига ставок там, это, наверное, надо следить за результатами, все. А мы приходим, например, вот какая-то одна игра, и когда по-дружески там соберешься и поспоришь, можно сказать, но это не ставки, это чисто спор дружеский, и все равно это все вместе, как бы, болеется. Это, наверное, случай, чтобы собраться вместе и поболеть, вот и все, чтобы было интереснее еще. Об уникальном, я думаю, что даже для Европы явлении ветеранский хоккей, который оформился в ночную хоккейную лигу, что вы можете об этом сказать? Вы же курируете Приволжский регион, да, насколько я знаю? Да, но это не ветеранский хоккей, это хоккей как раз для тех людей, которые не смогли поиграть в то время на профессиональном уровне. И сейчас они выходят на лед, на те стадионы, на которых играют настоящие хоккеисты, и хотят, как бы, реализовать свою мечту, и у них это получается, потому что из года в год ребята добавляют, и становится все труднее и труднее там на галаматче играть против них, потому что, ну, мастерство прибавляется, желание обыграть, поэтому это очень... И плюс, естественно, тех людей, которые там с завода приходят, он не идет там в пив-бар, а идет поиграть в хоккей, пообщаться и получить и здоровье, и удовлетворение. Вот, это вот для этого, наверное, создана эта ночная хоккейная лига, и плюс, конечно, азарт игры, который, чтобы победить, выиграть и поехать в Сочи на фестиваль, и пообщаться с легендами советского, российского хоккея, прикоснуться к ним, получить какой-то автограф и поиграть то же самое. Поэтому я думаю, что это, наверное, в мире нет такого аналога, то, что создали, благодаря, опять же, руководству страны, тем людям, которые любят хоккей, и вот создалась вот эта лига, и той поддержки, которая идет от руководства, от Министерства спорта, чтобы эта лига существовала. Как вам понравился вот этот вот галом матч 16-го года, который вот буквально 10-го мая состоялся? Ну, я скажу, пришлось потрудиться, побегать, и было еще тяжелее, как бы, хоккей уровень растет очень, и все хотят выиграть, и тяжело было. Но праздник был очень великолепный, все было организовано здорово, и зрители на трибунах, все остались довольны, и это, наверное, самое главное для нас, когда мы выходим играть, чтобы зрители получали большое удовольствие. Все хвалят вратаря сборной ночной хоккейной лиги, а вы что можете сказать об этом? Ну, вратарь это полкоманды, естественно, он здорово отыграл, а мы старались тоже проявить себя и показать хоккей, наверное, высокого уровня, но, естественно, возраст берет свое, мы чуть-чуть помедленнее стали, ну, хотя мастерство, оно видно с трибун. Ну, вот в предыдущих матчах, насколько я помню, президент России забивал по пять, даже по семь шаев, да, забрасывал, в этот раз у него только один гол, это из-за вратаря? Это и вратарское мастерство, наверное, возросло, и плюс мы говорим, что уровень непрофессионального хоккея, он растет, и все уже хотят как бы выйти на новый уровень и показать тот хоккей, и была очень такая серьезная игра, и пришлось попотеть. А параллельно, вот, начиная хоккейная лига, фестиваль идет параллельно чемпионату мира по хоккею. Можете назвать своих фаворитов на этом чемпионате? Ну, хотя бы, кто главные претенденты на медаль? Ну, конечно, я болею за нашу сборную, потому что всегда приятно выигрывать у себя в стране. Последний раз это было 30 лет назад, в 86-м году, как раз мой первый чемпионат мира, в котором я участвовал молодым хоккеистом. Вот, ну, много сильных команд, и канадцы, и финны, и шведы, и чехи, ну, будем болеть за наших. А чем объяснить феномен Датчан? Развивается хоккей, молодежный хоккей развивается, юношеский хоккей. Ребята некоторые у них из НХЛ приехали также. Сейчас я говорю, хоккей, сплетение такое, что раньше, например, Датчан вообще не знали, кто играет там, в НХЛ вообще не было ни одного игрока. А сейчас мир настолько тесен, что есть из Норвегии, из Польши хоккеисты, из тех стран, в которых раньше хоккей-то и не было, а уже играют и в НХЛ, и в КХЛ, и в Франции играют в КХЛ, там, и в Хорватии играют. И играют на высоком уровне. Поэтому это-то и хорошо, что мы как бы встречаемся с друг с другом, играем против друг друга, и хоккей от этого выигрывает. Но главная надежда все-таки на сборную России. Мы будем болеть за сборную России. Надежда, естественно, а за кого еще? У нас хорошая команда, я думаю, что если еще болельщики, прессы, все поможем, то мы сможем обыграть любого соперника. Спасибо, Валерий. Пожалуйста.